Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодня мы пришли в Святой Храм, чтобы поблагодарить ту, которая родила нам Спасителя. Матерь Божия для нас – это образцовая мать. Мы не можем себе представить младенца без матери. Вот всегда на иконах, а особенно Рождества Божьей Матери, Матерь Божия рядом с Своим Сыном. Вы знаете, я почему об этом начал говорить? Потому что я как-то смотрел католическую мессу в Ватикане, и там я увидел маленькую скульптуру рождественскую «Младенца Христа» без матери. И, конечно, это произвело очень сильное впечатление, потому что младенца без матери можно воспринимать как сироту, как подкидыша, как оставленного ребенка. И вот он сиротливо лежал в этом огромном соборе, в Ясле. Для нас всегда младенец вместе с матерью. Так научила нас наша иконография, так научила нас наша вера. Мы всегда знаем, рядом с младенцем должна быть мать. И поэтому мы сегодня и собрались, чтобы поблагодарить ее за ту материнскую любовь, которую она всегда имела к своему Сыну. Она сопровождала своей материнской любовью своего Сына всегда и везде. Она вместе с Ним несла крест. Она всегда была рядом. И поэтому мы умиляемся, братья и сестры, когда видим икону Божьей Матери. Всегда она держит на руках своего Сына. Всегда прижимает к своему сердцу. Всегда согревает своей материнской любовью. Для нас это важно, братья и сестры. Потому что мы часто задаемся вопросом, А как долго должна продолжаться материнская любовь? Как долго она должна опекать дитя? Наверное, материнская любовь должна опекать свое дитя всегда. Потому что она шла до креста своим Сыном. Вы помните. И она изображается часто, Божья Матерь, предстоящая у Креста. А те стрелы, те мечи, которые пронзают ее сердце, семистрельные, помните? Это ведь все с чем связано? Это связано с ранами Спасителя. Потому что ей пронзали мечи ее сердце. Когда пронзали Спасителя холодным оружием. Она все это переживала вместе с своим Сыном. Но вот самое глубоко потрясающее нас. И то, что всегда заставляет нас преклонить свои колени в благоговении и трепете, это то, что ее материнство было связано напрямую с Девством, с чистотой Девства. Она стала Матерью, не перестав быть Девой. Поэтому мы говорим и Богородица, и Богоматерь, и Дева. Для того, чтобы дитя свое воспитать, для того, чтобы передать своему ребенку доброе воспитание, для этого Мать должна быть целомудрена. Для этого Мать должна быть чиста. Потому что в Евангелии Господь призывает всех христиан. И я много раз повторял это. А сейчас особенно хочется сказать, «Потому что мы переживаем величайшее событие нашего спасения – Рождество Христа. Будьте как дети». Именно так говорит Господь. «Если не станете как дитя, вы не сможете войти в Царство Божие». Даже храмы наши, в которых мы молимся, они напоминают скорее какой-то сказочный теремок. Потому что здесь все необычно. Здесь иконы. С икон смотрят на нас святые, которые когда-то, тысячелетия тому назад, Богу угождали своей жизнью, молились, любили Бога, любили людей. И память церковная захотела оставить лики этих святых, чтобы они и дальше сияли, чтобы они и дальше трогали человеческую душу, сохранила их на иконах. И свечи, которые горят, и лампады, и кадила, которая благоухает в Церкви. Все это как в сказке, в доброй, прекрасной сказке. И у священника облачение необычное, напоминающее скорее что-то из сказки про Деда Мороза. Это постоянная сказка. Но эта сказка не как миф, а сказка как красота. Потому что мы часто, выражая свои чувства, если хотим описать что-то как красивое, как удивительное, мы говорим, как в сказке. И вот действительно, наша церковная жизнь здесь приобретает абсолютно другое измерение. Измерение мира, покоя, близости к Богу, близости к этому миру. Потому что за богослужением мы даже говорим такие слова. Всякое дыхание дохвалит Господа. Хвалите Бога, небеса, солнце, луна, снег, дождь, звери и птицы. А такое бывает только в сказке. Нет, бывает это еще и в нашей Святой Церкви. Потому что всю эту славу, которую воздает окружающий мир Богом, мы можем пережить только в Святом Храме. Потому что прежде всего это измеряется близостью. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы и к Его творению. А если душа далека от Бога, она далека и от всего этого, она смотрит на этот мир слишком прагматично. Воспринимает этот мир как средство, которое можно использовать. даже людей часто воспринимают в этом мире как некое социальное топливо. Знаете, как уголь, и нефть, и газ. Они сами по себе не имеют ценности, а имеют ценность только тогда, когда они сгорают и дают какую-то энергию. Так часто воспринимают и людей в этом мире. Насколько человек может дать какую-то энергию. Насколько он может быть прагматично полезен. А в церкви не так все. В церкви просто воспринимают человека как образ Божий. Потому что Бог привел его в этот мир. А раз привел Бог в этот мир, значит и Бог, и мир нуждаются в этом человеке. Самое трагичное в истории человечества это то, что не все люди сумели расслышать голос Божий. А раз они не расслышали голос Божий, они не смогли и откликнуться на этот голос Божий. А если они не откликнулись на этот голос Божий, то они в этом мире как глухие и слепые ходят и думают, а когда наступит мой час? Когда наступит мое время? Когда я смогу начать жить? Ведь не все могут осуществиться как профессионалы в какой-то области. А бывает, знаете что, лень, а бывает пьянство, а бывают какие-то другие страсти. Не дают человеку развить те таланты, которые Бог ему дал. Но если человек расслышит голос Божий в своей жизни и будет его исполнять этот голос Божий, то несмотря ни на что, даже если он что-то не смог в земном отношении сделать, душа его будет спокойна. И вот Матерь Божия, она всегда готова прийти нам на помощь. И мы знаем ее молитву, мы знаем ее помощь, ее заступничество. И поэтому мы сегодня с такой благодарностью пришли в храм, чтобы поблагодарить ее за ее любовь к своему сыну и к нам грешными недостойными. Мы тоже ее любим всем сердцем. Поэтому и молимся, и говорим Пресвятая Богородица, спаси нас. Пусть Матерь Божия покрыет своей любовью, своей теплотой сердечной всех вас и дарует благословение Сына Своего, потому что она всегда его слагала в своем сердце для того, чтобы поделиться этим благословением, для того, чтобы поделиться тем Словом Божьим, которое она хранила как любящая мать Своего Сына на протяжении всей своей жизни. Всем вам благословение Божие и покровительство Царицы Небесной. Храня Господь вас.